Вот как красиво было вчера. А вот что стало сегодня. Только вчера в администрации города нас заверили рано волноваться за судьбу аллеи. Вот выйдет мэр из отпуска и решит проблему. В понедельник мэр города Орла выходит из очередного отпуска. Этот вопрос будет рассмотрен мэром лично и планируется проведение совещания. И тогда пресс-служба даст все комментарии по данному вопросу. Но слова чиновников от мэрии оказались неправдой. Уже сегодня днем эти деревья срубили. Не стали дожидаться мэра, разъяренных жителей и общественного резонанса. Приказ уничтожить все зеленое поступил прораб у стройки вчера. Вчера было деревья, сегодня нет их. Вы вот просто напрасно настраиваете зрителей своих кинозрителей. Еще в 2008 году было решено, на этом месте появится административное здание казначейства. Да не маленькое, а в 8 этажей высотой. Потом про готовящуюся стройку прознали жители. Из-за деревья стали горой. Чиновники обещали все еще раз хорошенько обдумать. Вчера вечером на это место приезжали представители власти. Просили отложить все до понедельника, когда из отпуска выйдет мэр. Но просьба чиновника никак не исправила ситуацию, а лишь ускорила. Ну, изменить что сегодня можно? Единственное, что будут предприняты все действия для того, чтобы озеленение, которое предусмотрено благоустройством прилегающей территории при строительстве казначейства, будет выполнено в полном объеме. Далее бы даже более того. Неужто администрация города никак не может повлиять на ситуацию? И тогда возникает вопрос, где в Орле хозяин, который будет держать все под контролем? Конечно, уже не вернуть шикарной липы, уже не соберешь урожая с груши, да и вишня так и не дожила до того момента, когда созреют ягоды. Мне жалко деревья, конечно. Я думаю, что можно найти для строительства другие места. Плохо, конечно. Здесь все-таки и зона отдыха была, наверное. Вот ставили палатки и больница рядом. Теперь на месте этих спиленных деревьев, которых было 71 штука, расположится восьмиэтажное здание управления казначейства. Но вот эту липовую аллею спиливать не будут. Видимо, хотят облагоустроить их для сотрудников казначейства. Алина Чебан и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.